всем привет бонжур да я так сказала бонжур так вот мы в центре города мы возле оперного театра и мы сейчас идем в галерею лафетт сегодня у нас больше шопинг день день вот и мы сегодня будем покупать и сувениры и какие-то вещи которые мы не успели купить на очень хотели и мы будем вообще уходить по магазинам и обязательно сегодня мы будем супермаркет мы сейчас галерею лафетт да и тут такой есть магазин который называется кашемир и я здесь маме выбираю копточки настоящий кашемир и тут есть скидка 30 процентов еще у джордана скидка минус 20-50 это будет очень хорошая цена я не знаю что это еще кстати факт про францию в особенности про париж здесь очень мало людей знают английский ну прям очень мало и даже в здесь другом центре наверное не знаю сам популярном торговом центре европы и лафетт здесь все но не все но очень мало людей знают английский все в основном разговаривают на французском даже только что кати подошли начали на французском что-то рассказывать катя скажешь она разговаривает только на английском вот и девушка просто на ломаном на очень ломаном английском начала ей что-то подсказывать а еще здесь очень много азиатов азиатов вообще много в мире но в торговом центре здесь лафетт и каждый каждый второй то азиат и джордан наш друг он здесь работает и он продает очки и у них тоже очень много азиатов там 90 процентов прибыли им приносит именно азиаты вот и он говорит что они очень смешные они подходят к очкам хотят уже их купить и говорят а можно новые они верток нюа 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 нюан джордан и всех продавцов это бесит потому что это это нормальная абсолютно нормальная очки на витрине они все новые вот но объяснять это азиатам нет смысла потому что во-первых они не понимают английского во вторых они все равно попросит новые в третьих клиент сюда прав тем более такой клиент с большой суммой денег они все сделали того чтобы удовлетворить его и поэтому они берут эти очки которые попросили принести новые просто заходят за стойку выходят с теми же очками и дают им и азиаты такие все довольные и говорят ооо встаньки 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 в общем да вот такая вот забавная история но правдиво это нам джордан рассказал как они справляются с запросами на именно новую продукцию смотрите вот это здание она грязная как джордан сказал или из-за загрязнений оно должно быть как вот это здание оно вот такое так вот экология кстати мы сейчас находимся возле лувра и мы находимся здесь не случайно мы приехали с джорданом купить какой-то специальный пирог я вам потом скажу имя вот который именно здесь делается оригинальный рецепт этого пирога есть одна лавка торговом центре вот и мы сейчас его купим сегодня у нас будет прощальный ужин перед нашим с димой отъездом и поэтому джордан софия решили сделать нам такой сюрприз вот эта лавка которая находится торговым центре который называется эль карусель лувр или как-то так в общем карусель лувра и вот собственно этот пирог и называется ой тропезан я не знаю точно так и правильно ли я назвал его но это имя этому тортику меня пирогу дала бриджит бордо так вот бриджит бордо на каких-то съемках фильма она постоянно центра п и она его так называла из-за этого он стал популярным и вот именно в этом месте готовят оригинальный рецепт этого пирога там фишка вообще в креме там погода специфический крем кстати мы купили в галереи лафаэт вот эти два свитера я маме купила и еще мы купили мне джинсы чип манты фирма я купила за 35 евро со всеми скидками которые там приплюсовались вот и это получилось дешево потому что вообще-то эти джинсы то ли 70 евро я очень удачно там скидка была на чип манды минус 30 и плюс скидка джордана которая работает в этом торговом центре но у нас сейчас этих покупок нет потому что мы не могли забрать с собой и пишут джордана проверяют да ему нужно то есть когда мы выходили когда мы выходили из страхового центра нас могли спросить чек показать и в чеке было написано что у нас скидка работника этого центра так как мы не работники нас могли бы спросить откуда у нас это скидка но в общем были какие-то проблемы поэтому джордан сказал лучше я оставлю это у себя если меня спросят я покажу что я здесь работаю поэтому я их купил мы решили что нам жизненно необходимо купить сувенир потому что родители заказали опять куклу нам и куклу необычную а куклу наполеона и мы поедем ее искать да мы не знаем где найти потому что в обычных сувенирных лавках этого нет там все самое обычное какие-то магнитики и в общем и эфелевая башня и миллиард видов эфелевых башни да вот именно кукол нет мы пока что не нашли но мы знаем что здесь есть музей армии возле эфелевой башни и возможно в музее будет их собственная сувенирка и возможно там будут куклы каких-то вояков а если куклы и вояков значит будет кукла наполеона кстати я пока не забыла хотела вам рассказать про то как во франции празднуют паспу вернее как и не празднуют ладно ее праздную нам просто собирается семья и они едят какие-то блюда и единственная фишка этого праздника это то что они покупают шоколадные яйца и прячут их во всяких местах обычно в саду у кого есть дом и детки их ищут и все больше ничего особенного они не делают крашенки они не бьются попками там носиками крашенок у них нет паски такой как у нас есть максим что у них есть это итальянский пирог который выглядит как паска ну в общем то он по сути такой же и есть и все это итальянский главная фишка это шоколадные яйца в общем мы нашли куколку вот она конечно не идеальная ну это единственное что мы нашли здесь связано с наполеоном то есть из куколок если честно связано с апарелоном мы наверное возьмем я не уверен конечно сейчас еще походим сейчас посмотрим но если что я возьму разные куколки вот такая есть есть такая дама редко уже показываю еще такой солдат есть и наполеон всякие такие штуки а еще из жозефина и знаете какого зовут луис 14 и жозефина а еще здесь есть маленькие солдатики ну маленькие но очень дорогие наполеоны о гость 145 евро вот этот 56 здесь еще есть такие вот духи из жозефина и вот их уже здесь нет я понюхала эту упаковку честно говоря мне пахнет солнцезащитным кремом не знаю может она так пахло это жозефина мы сейчас зашли в китайский супермаркет и купим какой-то фигни ты китайцы и китайцы до китайцы постараемся купить не такой фигни как как у тебя рисовые пирожки потому что то вообще как-то ими руки я ими руки моюсь и что крышками мыло в общем мы немножко здесь набрали мы взяли нори с орешками я вообще я без понятия как это вообще можно сочетать ну ладно мы взяли какую-то фигню с какой-то сок с чем-то я не знаю сок с ромашкой это я себе взяла сок с алоэ это сок с мангустином я знаю этот фрукт он вкусный не знаю какой сок взяли черную сою я не знаю что с ней делать почитаем интернете я просто никогда такого не видела взяли ну да уж это мы себе взяли потому что мы любим китайскую лапшу это бабы васаби они прикольные и мы еще взяли два кокоса и наверное на этом все а еще кокосовое молоко вот она мы уже пришли домой очень-очень быстро забежали в супермаркет купили сувениров сыров вот я щас вам быстренько все покажу и мы будем готовиться к ужину нашему потому что сегодня когда это сделают ужин прощальный крем я не знаю как передать словами но реально очень вкусно особенно вот этот крем это лучше чтоб катя пробовала потому что она знает как описать вкус ну что она знает как приблизительно ингредиенты они все что я могу искать это вкусно на полеоне но вот но вот что-то в нем немножко другое и знаете это булка очень мягкая она прям плавится в этом креме очень очень прикольно хотя выглядит просто прям все мы уезжаем вот я стою с чемоданами ребята меня проводят мы уже выпили на коня я живу конфету мы едем в аэропорт мы сейчас едем в поезде который прямой до нашего аэропорта шарль-де-голь и едем мы вы выехали мы в 12 часов ночи хотя рейс у нас на 5 30 мы сделали мы это не не просто так потому что нам скучно а потому что сейчас действует наш проездной потому что этот тренд это общественный транспорт вот у нас был выбор поехать на ночном автобусе но нам нужно было делать пересадки вот или еще был один выбор это поехать на шаттлбассе но стоимость шаттлбасса 15 евро с человеком а такси я вообще молчу потому что такси стоит 50 евро до аэропорта аэропорта вот и мы выбрали самый дешевый сами бюджетный вариант но у нас как всегда с траблом нет не обходится у нас просто стерлось второе колесо на нашем китайском чемодане еще в парселоне у нас здесь у нас первое колесо сейчас старалось второе колесо я думаю следующая поездка будет третье колесо и потом еще одно четвертое колесо и так мы получим полный киндер сюрприз и этот чемодан уже не катится естественно Дима его просто тащил ветви Дима вы бы видели как он сейчас выглядит слава богу он себя не показывает в кадре мы в аэропорту и время забавных историй в общем мы себя ехали спокойно никого не трогали и уже последняя станция мы видим что мужчина спит в нашем вагоне вот думаем с Димой ну ладно сейчас пойдем его разбудим но сначала вынесем чемоданы в общем мы начинаем выходить из поезда и поезд выключается закрываются все двери в общем этот мужчина один остается там и мы смотрим вдаль а мы там в предпоследнем вагоне ехали смотрим вдаль а там уже этот водила ушел куда-то все закончился рабочий день не проверил даже все ли вышли с этого поезда вот и мы с Димой я оставила Диму с чемоданами внизу я сама побежала искать кого-то из персонала кто вообще сможет меня понять кто сможет мне помочь вот я в общем нашла какого-то работника аэропорта который вообще оказалось что не знает английский ну вот совсем я ему говорю какие-то элементарные вещи там man in the train и он ничего не понимает вот и потом подошел какой-то другой мужчина и сказал типа говори мне я тебе помогу я в общем сказала ему он перевел и тот такой правда я сейчас пойду проверю и в общем пошел и достал на того мужчину в наушниках который заснул ну в общем просто меня немного огорчает то что здесь никто не проверил вышли ли все с поезда а если бы он там блин взрывчатку какую-то подложил никого бы это не интересовало все потом бы с открытыми глазами ходили и говорили ой-ой-ой ну в общем странная ситуация и смешная и забавная и вот учите люди английские почему в аэропорту аэропорт ужасный ну ладно не об этом я сейчас буду перекладывать вещи с чемодана в чемодан потому что я просто все накидала и даже ничего не сложила у меня там бутылки все лежит вот так и мы потом пойдем наконец-то слава богу на регистрацию потому что для меня для берзливого человека вот это вот все это ужасно так снова не об этом я вам сейчас покажу какие мы сыры купили потому что у нас не было времени просто вам показать я вам сейчас покажу под храп этого милого мужчины я буду распаковывать самый вонючий в мире пакет этот пакет воняет больше чем все вместе взятые бомжи которые есть в этом аэропорту и вокзале так но там вкусности там сыры первый сыр который выглядит вот так вот ужасно просто это козий сыр в плесени запах у него просто замечательный потом также я взяла еще с голубой плесенью сыр в общем такой и паштет который поломался ну ладно это паштет его на булку мазать все равно также я взяла три упаковки камамбера камамбер кстати здесь евро пятьдесят стоит и самый дорогой был 2 евро и такой сыр а еще вот этот вкусный твердый сыр комте а еще мы купили родителям вино шиньон оно стоило 11 евро мы с Димой такое дорогое вино не пьем мы не такие ценители вот так сказать себе мы взяли розовое вино оно подешевле но Джордан сказал что это 2015 года это был хороший год хороший урожай кстати знаете как они узнают у них по телеку все говорят вот в конце года когда уже собрали урожай в смысле урожайного года когда уже забрали весь урожай фермеры говорят значит у нас был в этом году хороший год и все и все знают хороший год все мы прилетели вид у нас не очень конечно вот но мы дома и мы ждем наш багаж и будем ехать домой всем пока всем хорошего дня а